Я флюгер Мы пригласили вас, товарищ Кругликов, чтобы выяснить один довольно спорный вопрос Без внимания Ваша фабрика своими силами строит дом, так? Совершенно точно, строим дом В вашем доме 50 квартир Совершенно справедливо, 50 квартир в нашем доме Вот я предлагаю изыскать возможности и 5 квартир выделить нам для работников управления, ясно? Ясно, правильная мысль, вовремя подсказали Сожалею, что самому в голову не пришло 5 квартир, выделим вам, работникам управления А я считаю, что этого делать нельзя Ваши рабочие ждут, надеются, а вы им сюрприз преподнесете, 5 квартир заберете Я считаю, что за такие дела поголовки не погладят А теперь вы правы, абсолютно правильная мысль Действительно, действительно, ведь что делается? Мы для рабочих дом строим, а у нас хотят 5 квартир цап-царап Я удивляюсь, Анна Ивановна, как вы мне такое подсказываете За это ведь действительно поголовки не погладят Иван Петровичу легко говорить, он от нас уходит Теперь все на мне повисло Да понимаете же вы, какой это серьезный вопрос А что ж тут понимать, что ж я, бревно бесчувственное А я, между прочим, сам говорил, что я против выделения 5 квартир Выделять так уж 10, а еще лучше 11 А мы для ровного счета выделим вам 13 и все Сколько у вас там в управлении работников? Человек 50 50 человек? 50 квартир выделим Выделять так выделять И решать будем вопрос широко, по государству Не знаю, как на это в министерстве посмотрим А мы и спрашивать никого не станем Что ж вы думаете, что сами вопрос не в состоянии решить такой? Я не понимаю, человека с работы сняли Он суется не в свои дела Иван Петровича перевели в министерство Абсолютно правильная мысль Ведь вовремя подсказали золотые слова Иван Петрович И что делается, чиновники-то чужими руками Жар загребает Фиг они получат, они квартиры Ох и подлец же ты, Круглик Ну и прохвост же ты, Круглик А я что говорю? Я флюгер, поставлен я на крыше Я флюгер, не даром я всех выше Чтобы не сняли Усердно тружусь Куда подует ветер Туда и повернусь Туда и повернусь Кар-кар Могу сюда Кар-кар Могу туда Но против ветра никогда А я считаю, что на эти деньги Нужно обставить столовую Старая мебель совершенно не имеет вида Мама, ты абсолютно права Мебель прежде всего. А я хочу на юг. Ну, надо подождать. Имею я право раз в сезоне бывать на юге. Раз в сезоне имеешь право бывать на юге. В чем дело? Поезжай на юг. Совершенно не обязательно в этом году туда ехать. Мама, мама. Можем прекрасно обоснуть за городом. Мама. На Сиверской. Правильно, Сиверская. Верно, золотые слова. И хорошо для здоровья, и мебель можно сочетать. А я хочу на юг. Ну, надо подождать. Ну, почему мама всегда во все вмешивается? Правильно, всегда. Всегда суется не в свои дела тогда. В конце концов, кто замужем? Я замужем или она замужем? Действительно, кто замужем? Ты замужем или я замужем? Чего ж делать? Я хочу на юг. На юг. Все. И правильно. И поезжай на юг. Поедет на Сиверскую. И больше ничего. И не разговаривай с ней. Что значит вмешиваться? Вот именно. Что это за отношение к матери? Матери. Это моя мама, понимаешь? Ты думаешь, о чем ты говоришь? Да не о чем я думаю. А я думаю, что хватит писать под чужую дудку. Правильно. У мамы дудка. Мы должны плясать под нее. Я сама знаю, что для меня хорошо и что для меня плохо. И я поеду на юг. На юг. Правильно. Все. Мама у нас узурпатор. Боже мой. Мама. Это ты говоришь своей матери. Я пошутил. Мальчишка. Не обращай на меня внимания. Все равно, пока я жива, будет по-моему. Правильно. Да. Поедет на Сиверскую. Поеду на юг. Юг. Нет. Север. Юг. Сиверская. Сиверская. Спасибо. Надо вам сказать, тема, которую мы затронули в этой небольшой интермедии, она не такая уж безобидная, какой она кажется с первого взгляда. Дело в том, что... Здравствуйте. Ой, критики сюда пришли. Здравствуйте. 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 Простите, я бы хотел... Я бы тоже очень хотел... ...высказаться... ...это... ...мой номер. Ах, вы по поводу флюгера. Да, да, да. Ага. Слушаю вас. Пожалуйста. Простите. Вы знаете, мне этот номер... Да, я понимаю. Мне тоже. Мне понравился, да? Нет, понравился. Понравился? Да. Да, очень приятно. Да, а вам? Вы знаете, мне этот номер тоже... Понравился, да? Нет, не понравился. Мне понравился. Вообще сценка... Она, конечно, так себе. Хорошая. Хорошая? Хорошая. Вообще сценка... Хорошая. Так себе. Так себе. Сценка весёлая. Да. Но. Но. Да. Но. Но. Мелкая. Понимаю. У вас театр, простите, сатирический? Простите, сатирический. Да. Тогда надо глубже. Понимаете? Глубже и шире. Шире и глубже. Да. У нас ведь есть что критиковать? К сожалению, есть. Ну, а раз есть что критиковать, значит, надо критиковать. Понимаю. Надо, будем, чем делать. Да, слушайте. Сценка, конечно, весёлая. Да. Но над чем смеётесь? А неизвестно, да? Известно. Ах, известно, да? Над этим смеяться не надо. Да, не надо, не надо, не будем. Сейчас надо говорить о явлениях нашей жизни каких? Каких? Светлых. Светлых. Фактах каких? Положительных. Положительных, да, да. Вот будем об этом говорить? Ну, я не знаю. Конечно, конечно, сейчас надо говорить. О явлениях нашей жизни. Да, каких? Светлых. Тёмных. Темных? Не, не, не. О фактах каких? Каких? Положительных? Отрицательных. Отрицательных? Будем об этом говорить? Нет, мы не будем. Нет, мы будем. Мы сейчас не будем. Простите, у вас театр сатирический. Сатирический, да. Тогда послушайте меня. Сейчас надо показывать все темное, отрицательное. Ну, естественно, у нас это наша функция, сатирический театр. Послушайте меня. Театр у вас сатирический? Да, я понимаю. И именно поэтому... Только светлое. Понимаю. Именно поэтому... Только положительное. Темное. Светлое. Отрицательное. Положительное. Отрицительное. Положительное. Ну, сейчас выход один. Будем показывать всё отрижительное и палацательное. Александр Сергеевич. Натечка. Слушаюсь. Всё по тому же вопросу. По какому вопросу? Что нам делать с Зиной, а? С какой Зиной? Фамилия? Ласточкина. А что ж тут думать? Поступило заявление. Мы обязаны отреагировать. Ежели она хороший работник, объявим благодарность. Плохой – выговор. Ну, так же нельзя, Александр Сергеевич. Вот мы все с ней говорили. А вот это напрасно. Говорить с ней нечего. Вы с ней не в ЦПКО. Она работница. СМЕХ Учительный хоть кем. Обязан прийти на работу в нормальном состоянии, без чувств и волнения. СМЕХ И от быть положено я. На работе никто ничего не чувствует. СМЕХ А работай. Вот приди после работы домой и чувствуй. СМЕХ Сколько тебе угодно. А здесь тебе не красный уголок. СМЕХ 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 Товарищ Сминнов, вы с одним сотрудником справиться не можете. СМЕХ Давайте ее сюда. СМЕХ 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 Александр Сергеевич. СМЕХ 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 Ну? Да как, товарищ Ласточкин, мы будем работать, мы будем чувствовать. СМЕХ 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 Что же вы молчите? СМЕХ СМЕХ Давайте говорите. СМЕХ СМЕХ Объясните эти ваши чувства. СМЕХ 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 Я давно хотела вам сказать. СМЕХ 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 Я люблю вас. СМЕХ 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 Я очень, очень люблю вас. Как же так, товарищ Лашечкин? Как же так? Ах, в рабочее время, в рабочее время вы обязаны... Александр Сергеевич, вы помните ту поездку за город? Вы меня тогда проводили домой. Да, было такое мероприятие. Меня обижал местком, я участвовал. Вы были такой хорошей в тот вечер, Александр Сергеевич. Вы на меня так смотрели. Да. У вас были такие глаза. Мне казалось, что вы чувствовали то же самое, что и я. Ну что, вы заявляете, что я чувствую то же самое, что вы? А вы чувствуете, что любите меня? Да. Значит, вы хотите, что я чувствую, что люблю вас? Так. Ну и что же вы хотите? Я? Ну да, понятно. Значит, вот садитесь, берите бумагу, перо, пишите. А что писать? Ну что, пишите, как все это произошло. Вы меня любите? Как любите? С какого числа? Я на вас посмотрел? Как я посмотрел? Какими-такими глазами? На каком-таком основании? Вот. Пишите. Александр Сергеевич, дорогой, я вам давно уже все написала. Да. Я просто боялась. Вот. Вот эта записка. Да. Дорогой, любимый Александр Сергеевич, это мне, что ли, да? Да. Если мне, попрошу в правом верхнем углу пометить, на чье имя пишите. Так, вот, подпись есть? Да. Зина. Что за Зина? Фамилия есть у тебя, нет? Ласточкина. Ласточкина, напиши. Ласточкина, фамилия. Пола тебе какой? Женский. Женский. Так, вот. Число есть, да? Вот. Вот. Теперь идите, идите и работайте. Вот. И бесчуясь. Понимаешь ты? Вот. А это дело мы разберем. Вот так, дорогой товарищ. И все. Понимаешь ты. Александр Сергеевич, ну как, а? Ну как, с людьми надо работать, товарищ Смирнов. Чтоб на каждой бумажке была соответствующая резолюция. Вот мне товарищ написал заявление. Я обязан отреагировать, понимаешь ты? Да нет, как же вы решили с ней? А что с ней решать? Я на ней женюсь, а еще. Вы на Зине? На какой Зине фамилия? Ну, Ласточкина. Ласточкина, да. Я обязан, согласно заявлению. Я готова. Федор Петрович! Выглядите чудесно. Вы тоже прекрасно выглядите. Где отдыхали? В Сочах, дорогой. Ха-ха-ха, соча. А вы где? В Кисловодске. В Кисловодске. Лечились? Лечился. Бессонница. Да. Бессонница, нервы. Ну, добрые люди посоветовали, поезжай, говорят, в Сочи. Да. Да, Мацеста. 12, Иван, и действительно. Верите мне? Так. Как рукой? Как рукой? То же самое. Другим человеком что? 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 Какой? Себя не узнаешь? О, милый. Ведь когда-то я волновался, нервничал. Бывало, как спичка вспыхнешь. А сейчас, ой, олимпийское, спокойствие, олимпийское. Вот у нашего бухгалтера неприятности, а мне все равно. Ха-ха-ха, директора с работы сняли, а мне трын трава. Ха-ха-ха, кстати, по бухгалтерам. Да. Был у нас один отдыхающий. Да. Вы его знаете. Да. Василий Васильевич. Василий Васильевич? Да. Какой Василий Васильевич? Василий Васильевич Петуков. Василий Васильевич Петуков? А, не знаю. Как же вы не знаете Василия Васильевича Петухова? Василия Васильевича Петухова? А, не знаю. А кто такой? Кто он такой? Да как кто такой? Ну, что такой Петухов какой-то, Василий? Кто он такой? Василий Васильевич Петухов, это же сын старика Петухова! А, мил! Сразу бы так и сказать! Я сразу говорю! Василий Васильевич Петухов? Ну, он сын старика Петухова! Сын старика Петухова! Ну, как? Знаете? Не знаю. Как же вы его не знаете? Хотя я не знаю. Как вы его умерлили? Где все знают. Да? Все знают? Я не знаю. А чего это вы не знаете? А вот это тоже петушили. Балабастей! Какого? Петухова! Василий Васильевича! Вы не знаете, Петухова, Василий Васильевича, как же вы не знаете. Вы не знаете, Петухова Василий Васильевича с улицы Горького, ходишь с палкой? Не знаю, не знаю. Не знаюmetroю! З旅 continası мерам – да… Улица Горького, ходит с палкой! Да, с улицы Горького ходит с палкой? Ну… Вот, не знаю. Как же Вы не знаете, Василия Васильевича Петухова с улицы Горького с бородой играет Василий Васильевич с бородой! Играет над трубой! На трубе играет, не знаю. Чудака такого залез на крышу, на трубе играет. На какой-то, на этой трубе играет с бородой. Рыжий такой, толстый, ходит в развалку. Это же мой родственник. Как он мне его не знает, я его с детства знаю. Я его нянчил. Какая милая, только живет-то он не на улице Горького, что? Ну, он со мной спорить будет еще. Я-то лучше знаю. Живет на Неглинной улице. Неглинная, дом 17, квартира 40. Ну, как же. И фамилия его не Петухов. Гусев его фамилия, это Гусев, Гусев. Я вас не про Гусева спрашиваю. А кого вы меня спрашиваете? Про Петухова Василия Васильевича. Не знаю ни любого Василия Васильевича. Я с ним не познакомил. Вот я его и не знаю. Я вам скажу откровенно, я и Гусев это мало знаю. Значит, Петухова Василия Васильевича вы не знаете, а Уточкина Николая Петровича вы знаете? А на Уточкина у меня уже сил больше нет. Простайте. Простайте. Подождите, момент, подождите. А что вы мне хотели рассказать про этого Василия Васильевича? Какого Василия Васильевича? Какого? Ну, это, да, Петушкевич. Какой Петушкевич? Ну, который играет на бородетах. Мы проводим конкурс мод, объективный будем. Пусть жюри места займет. Моды мы обсудим. Слово мода ясно нам. Всем без перевода приведу пример и вам. Что такое мода? КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Мы с вами были свидетелями, как ходили лица обоевого пола И кое-что на себе ТСЗД показывали Точнее, туалеты, которые им ТСЗД шили на сегодняшний день Я и руководимая мною ТСЗД фабрика Тоже кое-что шьем из ТСЗД туалетов И тоже кое-что ТСЗД соображаем Но прямо скажем, один туалет я тут не ТСЗД Не ТСЗД Не охватил Под названием платье ТСЗД вечернее Это как понимать ТСЗД вечернее платье Что, в ее вечернюю смену работы, что ли? Оно же будет с большим ТСЗД вырезом Значит, женщина из него ТСЗД сверху вся наружу выходит Значит, в него будет ТСЗД кирпич лететь Изведь ТСЗД капать Пыли садится ТСЗД Дождик лит все Что еще может, я не знаю Я не знаю Мы такой заказ ТСЗД Не можем принять, понимаете? Сами видите, сколько здесь вырезов, недорезов, бантиков, фантиков Всяких накладок, подкладок, что еще, я не знаю Нам нужно план ТСЗД План ТСЗД Выполнять Чем больше единиц мы сошьем, тем лучше Для плана, для вала, для экономии, для кармана Для нас, для кого еще, я не знаю Наш швейников вовремя не ТСЗД Не привлекли, вовремя не спросили Что мы шьем А я могу ответить, что мы шили ТСЗД Шьем и будем шить ватник робу ТСЗД Конбинезон, мешок на 60 килограмм Мешок на 80 килограмм И что еще можно шить, я не знаю Я не знаю Конечно, если есть установка на вечернее ТСЗД Мы уже не против, но ТСЗД уже От фронта пошива предлагаем ТСЗД уже Ватник вечерний Ватник будет тот же, но с вырезом рукав короткий Тогда будете легко и удобно и оголено и модно и что еще нужно, я не знаю АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, очень хиящо Очень хиящо, что вы пригласили меня, художника, на это обсуждение Что такое художник? Художник, это пьези всего, человек, который берет нужную кляску и клядет в нужное место Получается картина Что такое картина? Картина – это линия, это кляска, это форма и, наконец, это содержание Вспомним картину Суикова «Поколение Еймаком Сибири» Какие кляски, какая динамика Слева – татары, справа – казаки Летят, что тайские стрелы ganze Козацкие самопалы – бах-бах-баха Все напь böгось, все застыло Еще минута – у fits Сибирь пакайна Или другая картина того же художника Переход свойного через Альпы Сенга тает снега Сайдаты, патриоты катятся вниз. На чём? На всём. Я видно, она есть стаи. Ещё минута. И мы в телу в яга. Вот как нужно рисовать, дорогие друзья. Так же нужно шить. Мы должны нашу женщину одеть хорошо, чтобы в ней была линия, чтобы в ней была кешка, чтобы в ней была форма, и, наконец, чтобы в ней было сидище. И тогда талия на месте, руки-ноги на месте, геова на месте, посмотришь на неё и мы в плену у женщины. Я тут просмотрел кое-что из шитого инвентаря. Должен сказать прямо. Товарищи, когда шили платье, думали о чём угодно, только не о пожаре. Правда, вату, каросин, бензин, промасленную ветошь, они не применяют. Это хорошо. Но главное, они не учли, форма должна быть удобной для стихийного бедствия. Вот некоторые товарищи полагают, что платье должно облегать фигуру. Товарищи шутят с огнём. узкое платье не даёт возможности бежать от пожара или плыть от наводнения. Первый факт. Второй факт. Женщина с длинным хвостом это уже катастрофа. Приведу пример. Скажем, я надел какое платье. Пошёл в театр, в кино или на другой объект. На объекте возникает пожар. Пожар. Это значит все бегут, наступают на хвост, спотыкаются, падают, создают затор, пробку и мешают выносу оборудования и телу. Как член жюри могу я такое платье пропустить? Не могу и не пропущу. Не это нам надо. Побольше непромокаемой, непрожигаемой брезентовой одежды. Вот тогда каждый топорник скажет вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Теперь что я скажу? Что главное в туалете? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Одни думают, что линия, другие думают, что качество, третьи думают, что фасор. Я скажу чепуха. Главное в туалете это что? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Никогда не догадаетесь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пуговица. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Не верите? Проведём эксперимент. Я с желающего срежу все пуговицы, а вы посмотрите, что он будет делать. Есть желающие? Нет желающие. Вы мне скажите, что без пуговицы можно пойти в театр? Нет. В кино? Нет. В научный институт можно пойти без пуговицы? День человек не пойдёт, другой не пойдёт, на третий день что? Наука остановится. Вы меня, конечно, извините, на чём держатся в руки у интеллигенции. У рабочих и колхозников то же самое, у Союза советских писателей вопросов больше не имею. Значит, что главное в туалете? Какarsh Tabrik. Ха-ха! Да! Ха-ха!